Город Старополь Александр Бескаравайный Депутат и тренер с многолетним стажем Говорит, спорт в городе развивается, но хотелось бы этот процесс сделать более динамичным Здоровый образ жизни, это значит, хороший, сейчас мы живем в 21 веке, не просто нужная дорожка, а какая-нибудь красивая дорожка, хорошо оформленная Волонтеры, чтобы занимались с людьми сами, те профессионалы, которые имеют достаточный опыт, должны делиться с молодежью и с детьми в первую очередь Во главу угла власти должны ставить именно детский и подростковый спорт, это мнение Старопольских депутатов Не так давно в юго-западном районе построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь», где сейчас занимается много людей Но подобная материально-техническая база должна быть и у спортивных школ, в идеале у каждой То же касается и дворовых спортивных площадок По поводу спортивных площадок, очень много на местах, которые были в свое время еще при Советском Союзе расположены, они частично приходят в ветхое состояние Это временной как бы фактор Поэтому сделаны в этом году спортивные площадки улицы Макарова, в нескольких площадках в юго-западном районе Но этого все недостаточно По программе «Мой двор» во многих внутриквартальных зонах появились антивандальные тренажеры более 12 комплексов Это хорошее подспорье для взрослых, особенно пожилых людей У нас ясеный детсадовский возраст как-то обеспечен качельками, шведскими лестниками А вот чуть постарше дети уже немного до этих тренажеров не достают, а на качельке им уже скучны Поэтому детские спортивные школы, они должны привлечь этих детей, бассейн, площадки теннисные, корты, футбольные поля, баскетбольные площадки Это должно быть достаточно красочным А что же бизнес? Да, предприниматели строят, в том числе и спортивные сооружения Но детские спортивные школы должны финансироваться за государственный счет, уверен Александр Бескаравайный Школ спортивных хватает, не хватает бас Есть специалисты, просто жалко смотреть на специалистов, они просто руками разводят В очень тяжелых ситуациях Мы сейчас немножко в другом измерении работаем Все-таки индивидуальные предприниматели строят очень много сооружений Но это все коммерческая основа И у нас не хватает спортивных сооружений там, где они должны быть больше в объеме Вот этот фок, он как бы не покрывает весь юго-западный район, который, наверное, две трети, даже больше населения города Ставрополь Там должно быть как минимум 5-6 таких фоков, как и хороших спортивных сооружений Бизнесмена надо зарабатывать, ему какая разница, пришел ребенок с задатками или просто позаниматься Он как бы отрабатывает свои сооружения, получается этого доход Еще раз повторяю, детские спортивные школы, которые городские, они должны выполнять свой госзаказ по вовлечению детей в этот вид спорта Госзаказ на вовлечение детей в спорт выполняет городская спортивная школа по теннису на базе стадиона «Динамо» Здесь Александр Бескаравайный уже не депутат, а директор и тренер высшей категории, а также судья мирового уровня, судил даже матчи на Кубке Дэвиса Сама площадка возле стадиона «Динамо» с давней историей В 60-е годы здесь играли в городки Потом городки забросили, территория пустовала Рядом был теннисный корт, который впоследствии и переехал сюда Получились три теннисные площадки Сначала они были резиновые корты А вот с позапрошлого, с 2012 года с помощью Межрегионгаза «Динамо» и администрации города Ставрополь Как раз появились такие замечательные теннисные корты Так что эти корты как бы, ну они тут как намоленное место, как говорят, тут уже недавно, притерто все Занимаются тут очень много и в будние дни и с 8 до 5 часов вечера занимаются дети в спортивной школе по теннису В летний сезон теннисом на открытом воздухе занимается 360 человек Зимой приходится арендовать спортивные залы Но, как говорят сами спортсмены, теннис – уличная игра, в этом его прелесть Заниматься теннисом совсем несложно, говорят здешние тренеры Попробую и я Пока съемочная группа АТВ училась правильно держать ракетку, рядом тренировались будущие звезды мирового тенниса Теннис Корректор А.Кулакова Музыка Гоша 15 лет. Участник и победитель городских краевых соревнований. Тренируется по 2-3 часа ежедневно. Теннисом занимаюсь уже профессионально 3 года. Теннис обожаю. В теннис пошел, потому что очень интересный спорт, не скучный. Хочу остаться в теннисе, пойти на профессиональный уровень, выигрывать Россию и позанимать места, конечно. Заниматься теннисом приходят еще до школы. Кате 6 лет, тоже приобщается к спорту, равняется на старших. Почему ты решила теннисом заниматься? Ну, он сильный такой и добавляет больше силы. В городских спортивных школах старопольские дети занимаются бесплатно. Взрослые тоже могут прийти на корт. Для них есть свои часы. Теннисная школа в Старополе сейчас на подъеме. Но в городе еще много объектов, которые требуют куда большего внимания. Я вхожу в состав комиссии по ремонту социальных объектов на будущий год. Мы объездили очень много школ, общеобразовательных, учреждений культурного, которые относятся к культуре. В спортивные школы мы заезжали только в две школы. Это бильярдный спорт, который, я считаю, надо, конечно, людям помочь. В плане, их надо переселить, сделать там капитальный ремонт или просто дать людям новое место для работы. Я имею в виду школы для работы. И заезжали в 11-ю школу, где требуется ремонт раздевалок. Но это тоже как бы школьное, образовательное учреждение. У нас практически одно такое капитальное строение у школ, у 12-й школ, это школа Ганбола. И практически, вот сейчас я в этот состав комиссии вхожу, и мы не можем отремонтировать спортивные объекты, значит, их просто нет в школах. Межведомственная комиссия из депутатов городской думы и сотрудников администрации определяет приоритеты по ремонту на будущий год. Деньги есть, но чтобы спортивная сфера города развивалась и на перспективу, нужно ставить более глобальные задачи. Строительство не одного и не двух, а десятков спортивных объектов. Марк Этлинский, Роман Солдовников, Иван Дацунов, АТВ, Ставрополь.